Продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Пятница принесла нам далеко не только новые композиции, хотя их было достаточно. Появились и новые большие проекты, а также обманутые ожидания. Хотя бы по причине того, что Kanye West опять не выпустил совместный с Tidal Sine альбом в обещанную дату. Но это касается Запада. В нашей индустрии тоже происходит немало интересных событий. Например, продолжается обмен любезностями между Обладает и OG Буддой. И в этот раз уже Назар довольно грубо ответил своему бывшему другу. Также появились новые высказывания Бульвара Депо, который прошелся по индустрии и по конкретным артистам. Например, парни. Все это мы сегодня обсудим, а также скажем про другие важные инфоповоды. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Бульвар Депо стал гостем подкаста комика Артема Винокура «Годзилла Подкаст». Получился неспешный двухчасовой разговор, который затронул множество интересных тем, касающихся и русского рэпа. Мы отметим здесь несколько интереснейших цитат из этого разговора. Например, об отношении депо к индустрии на примере альбома Arnie AA2. Вот что сказал рэпер. Цитата. Послушал альбом Arnie. Там ребятам вообще нечего сказать. Они как будто поют одни и те же песни по второму кругу просто разными словами. Сюжет всегда один и тот же. Братан, я офигеть кто? А ты никто. У меня есть всё, а у тебя ничего нет. Но при этом мы приедем к тебе и ограбим, если чё. Нет вопросов, но я могу это послушать один раз, два, три. Кто-то делает это лучше, кто-то хуже. Но это всё равно одно и то же. И в этом проблема. Напомним, что на AA2 сразу в нескольких треках появился гостевой куплет от Big Baby Tape, с которым у Булевара Депо уже довольно давно тянется конфликт. При этом неизвестно, звал ли Arnie на релиз Артёма. Также Депо высказал своё мнение относительно Гуфа. Вот часть его цитаты. У Гуфа одна всегда проблема. Это женщины. Женщины его разрывают жёстко. Я бы на его месте ушёл просто в храм. В целебат. Ему тоже будто помощь нужна и помочь некому. Тоже на самом деле жалко, что он неуравновешенный стал. А творчество-то какое делал? Жена говорит, что последний альбом, который у него выходил, это прямо круто. Я слышал то, что они с Муравьём выпускали, но мне не зашло вообще. Мне старые альбомы нравились. У него есть свой стиль, слог. Он в нём развивается. Но его постоянно женщины сводят с ума. Летом 2022 года Гуф и Муравей выпустили ещё один совместный альбом под названием Парт 2. Артём не обошёл вниманием и Пашу Техника. Вот его цитата. Я спокоен, как танк. По молодухе, может, гнал. Но всегда были вещи, которые меня приземляли. Я понимал, что у меня есть родители, что о них надо позаботиться. Поэтому не лез в какую-то супер зарубу. Не отлетал, как Паша Техник. Мне кажется, он уже не с нами. Одна оболочка. У него же на первых альбомах контейнеры, инструменталы просто дичайше крутые. К сожалению, Паша всё пустил под откос. Значит, рядом не оказалось людей, способных взять его за шкирень и сказать «Возьми себя в руки, иначе сдам тебя в рехаб». На самом деле, Пашу Техника, конечно, сдавали в рехаб. И, как мы знаем, это происходило несколько раз, после чего артист снова возвращался к веществам. Сегодня, правда, он снова трезвый, и мы надеемся, что так всё и будет продолжаться. Также Бульвар Депо рассказал про свои планы. В этом году у него выйдет три проекта. В ближайшие месяцы появится EP с Салуки. Затем, осенью, появится сольный альбом Артёма. А уже после него мы услышим долгожданный совместный проект Бульвара Депо и Салуки, о котором начали говорить ещё в прошлом году. А пока что вспомним, как звучал их фит на альбоме Депо Сертолова Токсик. Биф между Оуджи Буддой и Обладает продолжается. Обла написал в Телеграме следующее. Цитата. «Я могу даже не притрагиваться к этому, она сама играет для меня». А потом выложил видео с пианино, которое играет мелодию само, и дописал. «Я об этом, а вы о чём подумали?» Вчера Гриша спародировал ответ Назара в комментариях под постом Лил Кристалла, где Обла наехал на Будду за то, что тот постоянно задевает его в преддверии выхода своих дропов, а также пытается нелепо извиняться и не хочет решать конфликты лично. В этот раз Гриша сатирически обыграл тот ответ бывшего друга. Также многие подумали о клипе Оуджи Будды Искс, который вышел вчера. В сцене из суда показан оппонент Будды. Человек в чёрном худи обладает, от которого в конце клипа к Будде уходит адвокат. В общем, биф продолжается. Вчера в сети начали распространять очередной список запрещенных артистов. В этом перечне также значился Максим Марлоу. По всей видимости, имя Славы Мерлоу написали с ошибкой. Музыкант выпустил в своём телеграм-канале обращение. Вот цитата. Я веду диалог с аудиторией. Это созидание и написание музыки. Моё шоу «Гараж» буквально посвящено музыке на русском языке, лучшим современным отечественным артистам и развитию индустрии клипов. На своём YouTube-канале за последние полгода я рассказывал о разных артистах и их биографии, о том, как начать диджеить, бросить курить и вести здоровый образ жизни. С моими представителями никто не связывался. Если у органов есть ко мне вопросы, давайте проясним. Вот почта, куда можно написать. В указанном списке с ошибкой написали также и Скайли Милана. Он упомянут как Дмитрий Даниил. Отметим, что в позапрошлом году такие фейковые списки появлялись пять или шесть раз. Ни один из них ни к чему не привёл. Например, в каждом из них фигурировала Дора, которая до сих пор спокойно даёт концерты по всей стране. Кстати, в новом списке она тоже есть. Скорее всего, новый перечень музыкантов это очередной фейк, так как никаких подтверждений от музыкантов не последовало, а некоторые ники были написаны с грубыми ошибками. Сегодня ночью новый трек дропнули чебоксарские артисты Cold Cloud и нас. Это крутейший трек под габ-инструментал, который раскачает любого, особенно в связке с припевом. Но что интересно, даже в таком танцевальном треке парни не забывают про текст с колкими панчами в стороны своих оппонентов. В общем, трек в новом для индустрии стиле явно не оставит вас равнодушными. Кажется, инстасамка нащупала идеальную формулу хита. Новый трек «Грустный дэнс» снова имеет все шансы занять верхушки чартов и точно будет играть везде. Возможно, это заявка на повторение успеха хита «За деньги да». 2 февраля вышла работа от ребят, которые часто у нас появлялись. Это Кейдж, «Знаю-не знаю» и «Лонли Бой». Примечательно, что это Детройт рэп, а трек получил название «Белый дом». Получился весьма скандальный репрезент, который прям-таки качает. Худрич Лука признается в любви Чикагскому углу в новом микстейпе. Карьера Худрич Луки вышла на новый уровень в 2023 году, не в последнюю очередь благодаря активности в Телеграме. Трэп «Пейн Дэд» построен на звучании чикагской хип-хоп-сцены, которая популяризировал Чив Кив и подписанта его коллектива Glow Gang. Исключение встречается в последних двух треках – «Вэст Джорджия», где используется классический инструментал западного побережья, и «Истина», построенный на синтезаторах. Скажем пару слов и про западные новости. В Чикаго на спортивной арене United Center прошла презентация альбома Kanye West и Tidal Assign Vultures Vol. 1. Покупателям билетов обещали историческое событие – возможность первыми послушать альбом вместе с его авторами и их коллабораторами до того, как он попадет на стриминговые площадки. Это должно было случиться в 8.00 по Москве, но пока так и не случилось. Одним из посетителей оказался Nine Mice. Он опубликовал сначала пару фотографий из арены до начала концерта, а затем пару видео с концерта. На сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok